Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас буквально несколько слов хочу сказать о посевах ранних. Вот я дня три или четыре назад выходила, показывала, как я сеяла вот этот лук в грядку-переноску. И говорила, что он мороза не боится. Ну не мороза как, а похолодания. Вот тут интересное явление, смотрите. Один кверх ногами положила, вот как лук хочет расти. Он свою эту косу выпустил, надо его бедного перевернуть. Ну сослепу не той стороной воткнула. Но этот лук у меня сразу на второй день появились зеленые всходы. И хотя у нас на улице ночью минус 8, минус 10, ну минус 5 и минус 6 самая маленькая температура. А вот здесь вот у меня за стеной, если туда пойти, там еще сугробы полуметровые. Для лука это нормальная температура. И я вот этот маленький видеоролик хочу снять для тех, кто боится высевать сейчас. И кто постоянно спрашивает, какая нужна температура, не замерзли ли они. Я сейчас быстро-быстро проскочу прям по всем культурах. Вот смотрите, у нас есть зимостойкие, есть холодостойкие. Ну там есть еще теплолюбивые жаростойкие, но это я про них не буду углубляться. Жаростойкие это у нас арбуз, дыня теплолюбивые, это вот те самые томат, перец, баклажан, которые сейчас, конечно, рано. А вот холодостойкие и зимостойкие, это те самые культуры, которые сейчас высаживать можно. То есть холодостойкие, это те, которые выносят их всходы, выносят заморозок до минус 5 градусов. Это и шпинат, сейчас покажу вам, вот я как раз все это приготовила сеять. Это и шпинат, пожалуйста. Где он, хотела эту показать. Подождите. Салаты все вот сейчас буду сеять, кое-что уже посеяла. Короче, шпинат, репчатый лук, редис, все салаты. Петрушка, морковь, все это можно сейчас высевать. Если на улице у меня минус 6, минус 7, то ночью вот в этой теплице, в холодной, в необогреваемой, ну может быть минус 2, минус 3, не больше. Но вот в бочке лед плавает, круг льда. То есть здесь небольшой плюс ночью. Ой, тут не очень теплая, небольшой минус ночью, наверное, раз лед не растаивает. Но хочу сказать, что я сейчас вам покажу. Так, продвинемся назад, туда-туда. Видите, вот эти грядки-переноски? Я уже посеяла, у меня там в одной укроп, в одной петрушка, в одной салат, еще в одной сейчас будет шпинат и еще редиску не посеяла. Но лук я вообще вам показывала, как сеяла. Так что, если вы хотите посеять первую зелень, и если ночью у вас за периметром теплицы температура, например, минус 5, минус 6, не бойтесь, они даже, если в теплице будет минус 5, ни петрушка, ни салат, ни вот этот лук, который взойдет, он у вас не замерзнет. Все. Если кто поверит мне, начинайте сеять. Кто боится, ждите тепла. Но это такое дело, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Многие уже посеяли. Особенно вот крест-салат и простой салат, сеете даже не раздумываясь. Не боится он вот этих всех похолоданий, морозов. Смотрите, как быстро и дружно взошел лук. Скоро здесь уже, ну, буквально неделя, и можно будет первые общипывать вот эти перышки. Еще хочу сказать, есть же вообще зимостойкие. Вот зимостойкие, это те, которые вообще могут, можно на зиму оставить, и которые могут перезимовать, они замерзают. Это спаржа, любисток. У меня вот растут они в огороде. Вот сейчас только снег сойдет, они сразу появляются. Это и чеснок, и многолетний лук, и ревень, и щавель. Так что вот эти вот можно вообще сеять очень рано или под зиму. Это те культуры, которые вообще мороза не боятся, зимостойкие. А мы сейчас сеем холодостойкие. Все. Лук это холодостойкий, салат холодостойкий. Вот шпинат, петрушка, редис. Можно приступать к посевам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...